ну будет непросто потому что вопросов дикое количество мониторин они все про детские психотравмы а мы же как говорим что детские психотравмы только первая часть а вторая второй час до 19 я просто вместе с мари будем отвечать на ваши вопросы мари будет зачитывать из вот сапа я буду отвечать по телефону и мы так еще час с вами проведем давайте александр и зачитаю вам а давай александру 27 лет прошу помощи проблема в том что мне некомфортно и неуверенно чувствовать себя на улице среди незнакомых и невыносимо встретиться глазами особенно с противоположным полом наступает паника готов провалиться сквозь землю понятно что все происходящее отголоски детских травм и это и не полная семья властная но в то же время чрезмерно заботливая опекающая мама факторов много чтение интернета навело на приблизительный диагноз скоптофобия очевидно наряду с неуверенностью и комплексами что-то я впервые сталкиваюсь с этим словом скажи честно и социофобия на которые больше похожи возможно это т-9 и скатафобия но я прочитала как написано как избавиться от проблемы которая мешает жить и нужна помощь специалист или все-таки есть шансы самостоятельно как-то направляет приятно я всегда читаешь надо пытаться самому все начинает надо выходить на улицу надо общаться с людьми надо не стесняться смотреть на женщин и так далее сначала наверное будет волнение тревожность потом это может быть проходить я кстати раньше вот имела аэрофобии боялся летать а сейчас не боюсь улетая там по 10 раз в месяц бывает что правнука его фобии вот эти проходят если это не поможет а докажет специалисту под названием психолог если он не поможет то психоневролог я напоминаю что мы сегодня отвечаем на ваши вопросы на любую тему не только про психотропа и на звоночек звонок добрый вечер здрасте добрый вечер добрый вечер меня зовут ирина мне 40 лет и после так скажем продолжительных поток техотерапевтом поняла что отношение к мужу больше как родному человеку другу не как мужчины вопрос в том в себе я разобралась в этих чувствах как понять или как подготовить мужа ну вот к разговору и вообще вы себе разобрались что вы имеете ввиду и что вы поняли что произошло почему эти отношения стали родственными они сексуальными какая-то была причина расскажите да причина конечно изначально было это тот случай когда мы уже вы поженились взрослыми людьми мне было 32 ему 37 в браке мы восемь лет и эти отношения строились не на сексуальном влечении да вот когда на чувствах а мы понимали что вот мы как люди там логически там подходим друг другу но значит какой-то ничего не произошло нового да а зачем тогда оба цели что вы хотите нет просто проблема была в том что муж мужа была любовница и я просто да 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 но он это так бережно делу я не могла это ничего там увидеть это я просто поняла потом чувство произошло то что я я сама себе стала сама себя стала понимать открылась сама для себя да и мне стало понять состояние ну то есть не как женщине мы больше вот именно как то есть вы до сангель хотите разойтись из-за любовницы нет и но уже нет но вы же выходили замуж когда и так вы были близкими людьми и без секса а что-то изменилось я спрашиваю второй раз берег без секса как сказать он был но плохой а теперь как бы я поняла что у тебя себя чувствую женщины чувствую внимание других мужчин меня меня привлекают другие мужчины спасибо давайте я хочу нашим женщинам мужчинам поэтому как это по следам этого звонка кое-что прояснить дорогие мужчины и женщины к сожалению многие из вас вступает брак имея кучу проблем во взаимоотношениях друг с другом что у вас в голове я не знаю стерпится с любится люди без этого живут и однажды на радио много лет назад устроил передачи под названием а что вам пришлось терпеть за крышу над головой и позвонила одна женщина и сказала мой муж меня прописал посел себе в квартиру и за это у меня уже 10 лет нету секса то есть народ сходит с ума как хочет у меня вопрос как нашу слушательницу звали вы не помните мария вот наше слушательница вот так который сейчас звонила зачем она выходила замуж имеет такие проблемы я догадываюсь она сказала мы поженили взрослыми людьми не 32 может 37 то и что получается люди пытаются решать свои проблемы с неразрешенными проблемами как сказал райкин с высшим но без среднего то есть отношения видимо были такие но не знает деловые человеческие еще какие-то никакого увлечения не было но видимо остро хотелось брак семью но вот результат понятно что у женщины как это в ее понимании совесть чиста муж завел себя любовницу сейчас любовницы нету она поняла что она женщина и так далее раньше она не понимала до 32 что она женщина друзья мои пожалуйста не делайте поступков каких-то в своей жизни когда вы заранее знаете что это не то что вам надо это все равно что женщина какая-то прямо без ума от каких-то туфель но нет ее размера она берет на два размера меньше думать нормально мы разносим походила не века говорит нет туфли обожаю ходить не могу а зачем их покупать надо было хочется спросить вы же видите это не ваш размер вы не будете это носить вот какая-то такая мне история в голову приходит я понимаю когда откровение потом наступает когда мы сначала думали что все будет хорошо здесь все очень как бы самого начала все нехорошо поэтому вот старайтесь не решать свои проблемы за счет брака это реально не решает проблема только усугубляет вот заводить детей жениться надо в идеале тогда когда вы просто этого хотите когда все устраивает безо всяких но вы друг друга любите у вас нет реально никаких но если у вас есть но подумайте не надо торопиться вы всегда успеете выйти замуж и жениться кто хочет вот это все получает но пока у нас звоночек добрый вечер добрый вечер она добрый вечер здравствуйте михаил у меня появилась такая проблема пять лет назад как потеря страха страх потери ребенка ребенку сколько лет вот будет пять лет вот будет пять лет а вам сколько 32 и он что болел какая-то причина была нет никогда не было кошмара все началось что примерно раз в год вот с годика как дочь пошла появились появились вот где-то кошмары я действительно теряю ребенка вы теряете ли вас такой кошмар это кошмар все живы-здоровы да слава богу но это постоянно ситуации разные и дело в том что идем гулять я должна всегда видеть и слышать далеко не там не убегала чтобы если куда-то идут бабушкой там крестным папой это инструктаж переходить только на светофоре на руку возле дороги то есть я очень нервная какая-то я не могу ее вот отпустить в этом плане вот я не знаю это здоровая такая вещь это нездоровая вещь и что вот сделать как вы знаете я расскажу что с ней делает поймете что это не так просто потому что дело не в ребенке ну и обращаясь сюда ко всем тревожным и особенно к тем кто тревожится по поводу детей рассказываю тревожность это свойство психики к сожалению вот у нас в прошлом часе были детские психотравмы одна сейчас я не знаю в каком роде говорить одно из последствий до последствий то оно совершенно верно оно мое как сказали бы во втором классе одно из последствий психотравмы детской это страхи и тревога вот представьте себе что человек в детстве пережил какие-то психотравмы и он вырос тревожным человеком что это значит что его психика требует постоянно анализировать просчитывать а вообще гонять мысли думать и так далее инструктаж взять за руку здесь ходить здесь не ходить здесь мы не гуляем и так далее значит это свойство психика тревожность что происходит дальше когда ребенка нет но еще молодые еще не родили ребенка то эта тревога начинает распространяться на другие объекты на потерю работы на болезнь или смерть родителей на то что парень бросит или девушка уйдет на то что тебе изменит на то что тебя бросит и так далее и так далее и так далее но ребенок для родителей является самым значимым и эмоционально тоже значимым существом в жизни поэтому что происходит с психикой мозг говорит не разменивайся по мелочам давай сразу быка за рога из всего что в тебе есть твоя жизнь и самое ценное для тебя ребенок начинай заморачиваться по поводу ребенка так психика подсказывает в чем разместить свои страхи и тревоги конечно в ребенке потому что ребенок это во первых уязвимое существо по малолетству и во вторых самое как бы дорогое существо а на чем еще заморочиться поэтому понимать надо следующее дело не в том что вы боитесь что с ребенком что-то случится или вы потеряете а дело в том что ваш невроз ваши страхи они все размещается в вашем ребенке так психика решила потому что это самое понятное то что ребенок это то что на поверхности то что понятно и то что самое значимое что море вопросы с вот запова у родителях и детях да даже не ответил девушки на вопрос я вот тоже подумал что случилось с тревогой спросил я михаил там вот я отвечу на вопрос женщин что с этим делать сожалению с одним ребенком не разберешься надо менять всю психику идти психологу как раз за этим чтобы вообще избавиться от тревожности тогда и с ребенком вас не будет ничего тревожить читайте родители тревожиться дочери 10 лет карманные деньги сто сто пятьдесят рублей выдаются но при этом не первый раз пропадают деньги последний раз пропало тысяча рублей при этом дочь хвастается что купила блокнот игрушки на выданные сто рублей при этом покупки явно дороже на вопрос откуда еще шоколадки игрушки подружка одноклассница подарила как себя вести как вывести на чистую воду или вообще отпустить ситуацию это все временно ли может быть сделать вид что я верю и нет никаких подозрений ребенок сколько лет пишет девочка но во первых может быть такая проблема у ребенка есть склонность к воровству но если вы хотите вывести на чистую воду вы совершенно на голубом глазу приходите в школу и говорите а какая девочка тебе подарила это вот маша маша иди сюда расскажи что-то подарила жестко ли это вот это для ребенка такой метод а волчек спрашивает как вывести на чистую воду чем ребенка пытает дает орать линии вот подошли спокойно поговорили маша лет ящи вашу дочь первый раз вижу доляйте дочек ну давай рассказывай маша тебе ничего не покупала какие чем вот варианты я представила что через 20 лет нам звонит эта дочь и говорит однажды повезло в школу и спросила у подруги да теперь по поводу природы этого явления она разная одна причина ребенок пытается на себя так обратить внимание ведет себя негативно но это не похоже на эту историю ребенок не явно ведет наоборот скрытно склонность вранью мотивированные немотивированные тут нужен детский психолог я думаю если вы хотите понять причину и как с этой причиной разбираться вам надо с ребенком пойти к детскому психологу под названием темы детское воровство оно было всегда я когда учился в школе там петель это у меня пропал пенал дети кто взял пенал и все примерно догадываются кто взял пенал потому что видно детей которые склонны к воровству такая манера я помню слепакова в кого не было сынок видишь на небе 7 звезд это медведица а если 8 звезд это медведь папа так шутит добрый вечер добрый вечер добрый вечер здравствуйте а михаил спасибо вам во первых за то что вы поделить наш публикация для девочки и у меня вот такой вопрос это моя племянница и ее мама находится с ней и мы видим что она взращивает болезнь что до малина жалуются нужно хоть ну вернее что у меня болит при этом раз говорит нужно ходить и при любом там при любой жалобе мама бежит ой давай я покормлю то есть принципе ой главная болезнь не что-то вот мы как родственники как вот ближайшие родственники можем как-то советовать или но вы можете знать что сказать мужская службе вы держите в больнице есть врач давайте считай что врач лучше понимает просто делай так как говорит врач . а там объяснять что она и и неправильность не ведет себя будет сложнее а следует рекомендации врачам будет проще вот лили спрашивает массы как обрести защиты я всю жизнь отращиваю шипы стараясь полагаться на себя понимая что я наоборот уязвима но отращивание шипов она в принципе и чеками делать менее уязвимым наоборот чек как бы находится состоянии готовности к стрессу поэтому чтобы вы себя в мире чувствовали ли защищенный вам нужно обрести спокойствие и вот помните у нас был маримашка поле звонок от парня которому сложно смотреть на девушек и находиться среди александр дай его звали это память мари я же читала сама значит что я хочу сказать если вы готовы ко всему чему угодно вот это и есть неуязвимость и защита только при этом вы будете чувствовать спокойно вот кстати татьяна пишет удачи сопередачи лобковских секселя у меня музыка играет прекрасная вот уже 45 минут татьяна вам просто повезло всем остальным приходится слушать программу лобковского и я напоминаю что во втором части отвечаю на ваши вопросы добрый вечер добрый вечер а он говорит пожалуйста михаил добрый вечер вот мне такая ситуация лет я сейчас нахожу из стадии развода со своим мужем слушаю ваш лекции поняла как пришла к такому выводу что мы снимаем два невротика потому что мы постоянно скандалим провоцируем вот и финал это то что он поднял на меня руку и я уехала подавал на развод также ходила к психологу он сказал то что у меня какая-то была в детстве травма и то что если я сейчас разведусь со своим мужем а то вероятность встречи такого же очень большая вот нас конечно кается просят прощения и говори давай будем вместе ходить к психологу вот я поменяюсь это увидишь у меня вопрос такой стоит ли мне пытаться с мужем вдвоем как-то решить эту ситуацию чтобы построить здоровое отношение или же мне лучше стоит уже развестись и сама решать свои проблемы и направить другое будущее узнаете какое дело я вот писал свои книги это есть мои правила если хотите то сохраняйте семья не хотят не сохраняйте когда вы спрашиваете стоит ли я не знаю что вы вкладываете в понятие стоит я вкладываю в понятие хочется или не хочется и сам хочется этой семье пожалуйста ходить и решайте проблемы не хочется не ходить и не решайте вот так я понимаю правильный выбор решения а сейчас у нас будет я надеюсь море да будет нас музыкальные топовое и поехали дальше у нас звоночек есть здрасьте 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 меня зовут ольга я звоню из города екатеринбурга подскажите пожалуйста у меня такой вопрос у меня две дочери разница в возрасте два с половиной года старше у меня сейчас идет в первый класс пошла в первый класс и я просто наблюдая за ними за их отношения между друг другом я боюсь нанести какую-либо травму потому что я немного так сказать неуравновешенный человек я очень вспыльчивая очень быстро реагирую на какие-либо неверные ситуации рождением второй дочери старшая очень ревнует очень ревнует младшую дочь и это проявляется в поведении в ее допустим если я делаю замечание старшей дочери что она неправильно как себя ведет или что-то не неверно сделали за тобой не убрала она обязательно бежит к младше и и и подтрунивает и вредники или что-либо у нее забираем сколько младше сколько старше младше и сейчас 4 и 10 а старший сейчас день она у меня только пошла в первой классе ибо сейчас разберемся первое вы не должны говорить старше что она старше это самая большая ошибка которую делают родители ты большая уступит и взрослая она маленькая у тебя этих игрушек много и так далее дети не хотят быть взрослыми и старшими поэтому не надо противоставлять одного ребенка другому сказать это маленькая ты большая это первое второе ничто так не скрепляет детские души как общее наказание если вместе накажите они будут другу любить уже против матери и и третье если вы как по вашим словам человек такой вспыльчивый вам надо с этим что-то делать эти психологу может быть если не поможет психолог идти психиатру пить таблетки вспыльчивость и гнева и всего остального в общем проблема надо решать дело в том что большинство родителей спрашивает что делать с детьми никто не спрашивает что делать со своей головой а на самом деле в 90 процентов случаев ребенка можно помочь очень ну как бы сказать простым для ребенка и не простым для родителей способом когда родители свою голову вылечит дети вообще больше ничего не надо ни психолога не нужно детского не психоневролога не травки пить не таблетки все на все надо что мама с папой починили свои мозги и все будет хорошо и у нас все будет хорошо и через пару минут при вернемся к разговору сын 21 год из института очистили два курса окончил два месяца назад вернулся из армии вы что хочет работать учиться на заочном но ничего не делает отношения с ином доверительный говорит что не знает чем хочет заниматься и ходить на ли любимый работа сейчас денег кидаю оплачивать телефон побежит вижу что делать ничего не делает разъезжаться я думаю надо с ребенком жить разных квартирах я напоминаю что второй час я отвечаю на ваши вопросы это уже не про детстве психотравмы это про все что вы не успеваете спросили других программах для темы совпадают добрый вечер алила тратить а это опять я вы видите за наглость я звоню прошла часто детский психотравма меня зовут анна я в питер я забыла представиться так как человек 30 позвонила вы напомните я ж не помню о чем вы говорите ну про то что у меня муж как и три детях муж как вопрос был так в общем я по поводу другого вопроса развод сам конкретно прошло пять месяцев после того как он ушел и жутко меня тянет назад я не знаю так ломает вообще хочется обратно но понимаю что там не хорошего не будет что делать что выбрать думать головой или все-таки отдастся эмоциям дорогая не вам не приходит в голову шанс не один вариант ведь не устраивает правильно еще не отдаетесь мужа вам будут козлить а если вы не вернетесь может у вас туда тянет правильно проблема не в том вернусь свои или нет а в чем она живется давайте я вам объясню эту историю вот вам кажется что вот только вот надо мне решать психолог скажет вот чем не все-таки под разводиться или обратно возвращаться все проблемы решены но если бы это было так просто обе сюда вообще не звонили потому что ну вы бы как бы приняли решение нормальные но невротиков так устроены мозги что они как не возьмут какой сценарий он все равно не нравится любой разводиться тянет обратно будем жить вместе понятно что там не помню чего стану к прикладства был еще что-то из чего собственно решили расстаться все будет по новой для того чтобы эта проблема решить нужно не с мужем разбираться и задаваться вопросом чё с ним делать а с мозгом разбираться со своим то есть нужно избавить себя от потребности вообще в страданиях потому что если как вы выражаетесь ваш муж козлит вас при детях и плохо о матери отзывается а вас туда тянет то понятно что у вас такая немного жертвенной психологии вас тянет туда где с вами плохо обращается говоря по-русски вот вам надо эту проблему решить когда вы ее решите все остальные проблемы отпадут сами собой здравствуйте меня зовут никита девятнадцать лет живу в москве я узнал о вас когда купил книгу стараясь жить по шести правилам были большие процессы проблемы самооценка с 14 лет сейчас уже лучше причина жесткий отказ девочки в 14 лет и сравнение со стороны мамы в 7-10 лет смог преодолеть себя начать общаться с девушками на отношения длятся полгода очень хочется любить быть любим что делать лучше остаться пока наедине и с собой и продолжать искать отношения но вы можете любое принять решение у вас ничего не получится потому что у человека и у вас это уже сработало есть потребность все-таки не быть одному даже если у нее есть проблемы с противоположным полом поэтому в одиночество вы не можете уйти вы будете там страдать и все-таки пытаться кого-то себе найти поэтому лучше решать проблему с противоположным полом например если вы хотите чтобы это было больше чем полгода вы должны понимать что у вас проблема с самого начала то есть это не то что неожиданность такая типа у нас все было хорошо потом опыки и до свидания вот когда возникает ситуация которая вам неприятная девушка вам не знаю не перезвонила или еще что-то вы должны соскакивать вы должны на этом отношении заканчивать тогда возникнет ситуация при которой вы встретите ту девушка которые через полгода продал но будет продолжать с вами общаться никуда не денется так жена постоянно мне делать замечания меня это дико раздражает перехожу на крик чтобы прекратить постоянные упреки при этом жена что то не замечание просто факты мы это для меня как в анекдоте пива нет на я не знаю анекдот пропив нет устала замечая это я не замечает он действительно много замеч много слов замечание вам в одном предложении это действительно замечание вам это не показалось как выбор психолога вот простенький вопрос и должен быть с высшим образованием какие методики эффективно Отвечаю, психолога выбрать надо, у нее должно быть высшее образование, какие методики эффективны, это сложно сказать, какие вам подходят, такие эффективны, их очень много, я даже не знал сколько их, пока один журнал лет 20 назад, глянцевый, не попросил меня написать маленький материальчик о той психологии, которой занимаюсь я, я говорю, а вам зачем? Они говорят, а мы делаем целую подборку, пол журнала будет, ну типа психология, не помню какой журнал, посвящена разным психологическим методикам, я насчитал, что вот людей, которые написали про свою работу, около 30 человек, это все разные методики, все пробовать не надо, часть из них детские, часть из них примерно понятные, вы на них ходить, наверное, не будете, вот, а то, что вам, ну, вы хотя бы так приблизительно должны представлять, что представляет собой, там, бихевиоризм, гештайт, психоанализ, зоопсихология, артпсихология, телестоориентированная терапия и так далее, ну, какие-то почитайте, и будете примерно иметь представление о том, что вам, ну, кажется, там, ближе, да, дальше, должно быть высшее образование, должен быть опыт работы, у вас должна быть коммуникация и доверие, и вы должны в течение какого-то времени, но не больше месяца, чувствовать положительную динамику, не в смысле займись с проблемой решить, а в смысле, с мертвой точки дела сдвинулись, вы сколько ходите, вам все лучше и лучше, тогда это ваш психолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Елена, это я в эфире. Ну, или я тут два варианта. Ну, да, здорово. Разный. Так. Ага. Ну, дозвонилась, потому что это обалденная, удивительная, как, возможность пообщаться с вами. Смотрите, у меня история такого. Я поняла давно, что я, в общем-то, что со мной, что ты не то, и даже начала лечиться разными методами, и мне помогло. Представляете, сейчас я живу очень хорошо. Да. Мне так все нравится, у меня такая жизнь, вообще, вот по всем фронтам я так более-менее ее причесала, и довольна. Есть один момент, это личная жизнь. И вот у меня к вам такой вопрос, как вы считаете, учитывая, что я сейчас уже не в Москве, а около нее, да, в такой природной-загородной жизни замечательной, и сейчас у меня передо мной такой вопрос, который бы хотел бы вам задать. Вот мне что делать? Нужно ли что-то предпринимать, чтобы искать этого суженного, да? Мне выезжать куда-то в Москву, как раньше я ходила там на какие-то презентации. Дождите, а гребники с охотниками в лесу, а рыболовы, спортсмены, а бегуны по терренкуру. У вас там вообще пусто в лесу? Нет. Да вы звери не вольтся? Нет, хорошо с этим. И такие прям, они ходят наполненные, и такие интересные. То есть все-таки... А они эти прокуренные москвичи, припятые, правильно? Там здоровые по лесу гуляют. Да, на речке до сих пор купаемся, общаемся замечательно. Вообще, я вам хочу сказать, специально никуда ходить не надо. Это все происходит спонтанно. Парень понравился, подошли и познакомились. Так вот оно примерно и должно происходить. То есть это вот старые отголоски того, что я что-то вдруг пропускаю опять, в общем-то, жить. Мы все что-то пропускаем. Так нельзя относиться к жизни. Это она и есть жизнь. В ней есть пропуски, есть пробелы, есть заполненные. Судя по детским голосам, вы тоже не одна живете, да? Да. Ну, замечательно живем. Поздравляю, как бы все хорошо. Отдохните немножко. А это придет. Мужчинаш как троллейбус. Один ушел, придет другой. Ну, благодарю вас. Пожалуйста. Дорогой Михаил, самая бойная тема. Первый муж убит 17 лет назад. И до сих пор не могу об этом спокойно говорить. То это неизлечимо. Плакал 7 лет ночами, еще 7 лет просто носила паранжу вдовы. В Астрале, как сказали. Это что за стихи такие? В Астрале, как сказали. Недавно сняли 3 года назад. А, это, видимо, паранжа вдовы. Это как венец безбрачия, да? Жесть. Так. Проблема со старшей дочерью. 15 лет. Хамит и грубит мне мужа младшей дочери. Круто воспринимает болезненно. На личный счет, они на поступок. Обижается, перестает разговаривать. Игнорит, не зная, как справляться. Что делает Светлана? Дорогая Светлана, у ребенка пубертат. Ей 15 лет. Делать надо следующее. Оставить ее в покое. Есть поступок, нет поступка. Ничего страшного. Она никого не убила. Не надо на все реагировать подряд. Оставить в покое точную учебу. Оставить в покое образ жизни. Какие-то простые вещи. Чтобы она там дома что-то за собой убирала. Чтобы до ночи не гуляла, приходила вовремя. В принципе, и все. Потому что у нее острый период совершеннолетия. Она туда готовится. Обеими ногами уже там. И в это время у нее какая-то жизнь детская дома. Что к ней относится как к ребенку. А она по этому поводу истерит. Хамит. Это все у нее просто едет крыша. Более того, я вам приведу простой пример, Светлана. Вот вы, женщина, вам не 15 лет. И вы знаете, что если у вас нарушается менструальный цикл, вы идете к врачу, и врач вам говорит, у вас серьезные проблемы. Гормоны, стрессы, я не знаю что. Болезни. Потому что у взрослой женщины нарушен менструальный цикл. А у 15-летнего подростка менструальный цикл не то, что нарушен, его просто нету как цикла. И считается, что это как бы нормально в том смысле, что ну 15 лет, да, устоится потом. А на самом деле причина и у 40-летней женщины, и у 15-летней девочки одна и та же. Стресс, гормональные проблемы и так далее. То есть ребенок сейчас испытывает кошмарные состояния вот именно в этом возрасте. Поэтому с чем спокойнее вы переживете этот кризис, тем все выйдут с меньшими потерями, а вы не рассоритесь на всю жизнь со своей дочерью. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Анна. Так. Я слышно, да? Да. У меня несколько вопросов по следам. Приду этих вопросов. Дама вот тут спрашивала у вас совет, как не будет разводиться или не разводиться. Вы говорите, как хочется, да? Хочется, пусть разводится, не хочется, пусть не разводится. А в принципе все женщины, как я думаю, и большинство мужчин рассматривают вопрос так, что вот в принципе хотелось бы остаться, да, если бы там партнер исправил себе то-то, то-то, то-то. Ну, вряд ли партнер будет это делать, в принципе, ясно. Вот. И, ну, если вот у многих, да, я думаю, ситуация такая, что хочется, если кто-то-то, или хочется там развестись, если бы вот было все уж совсем плохо. Вот как определить, хочется или не хочется? Что-то вы, по-моему, накручиваете. Это же просто определить, хотите быть человеком, вы не хотите, что там сложного? Причем здесь то-то, то-то, или будет совсем плохо? Нет, если хочется там быть вместе с человеком, если бы там, если бы не было того-то, того-то. Нет, это есть знаменитая поговорка. Если у бабушки были яйца, это был бы дедушка. Людей надо принимать такими, какие есть. Давайте без есть любые. Вот он такой муж, какой есть. Хотите, берите, не хотите, не берите. Не надо вот накручивать и поесть, либо, а вот это вот. Вот он такой. Вот такой вам нравится? Совет да любовь. Мне нравится, пока. Понятно. А еще вот вы сейчас даму недавно посоветовали, что вот понравился парень, подошла от знакомого. А как же слепы не бегают за пчелами? Еще раз. Цветы не бегают за пчелами. Это такой кладезь на народной мудрости. Ну, тогда сидите дома одна и напишите у себя где-нибудь от кровати, что цветы не бегают за пчелами. Ну, цветок же в поисках упыления за пчелами не бегает, извините. Вот и сидите, как цветок на горшке, пока не помрете. Слушайте, вот этот я хочу сказать по поводу женско-народной мудрости. Конечно, можно взять какую-то доморощенную книгу, прямо домострой, и начинать ее читать. Говорит, ну а как же, Михаил говорит, как это я? Цветы за пчелами не бегают. У меня, кстати, на этот счет есть своя присказка. У нас доктора за больными не бегают. Вот, но тогда не надо жаловаться, что вы одинокая. Потому что, когда вам говорят, ну вы можете сделать то-то-то, а вы говорите, я цветок, а вы пчела, тогда играйте дальше у себя дома. Так, цветок встает и становится пчелой. Идем на поиск. Как вариант, да. Тогда, понимаете, пчела говорит, да зачем мне это все, мне другая пчела уже нужна, а не просто так. Да, поэтому, вы знаете, можно, конечно, это все слушать, народную мудрость, но можно при этом остаться одной. Как девушки вести себя, как неприлично, да ради бога, тогда жаловаться не надо на одиночество. Мы так прямо через пару минут вернемся, да? Вот тут мичуринцам, юным отвечает, но цветы заманивает пчел своим запахом и видом. У них есть тоже роль в этой игре. Ну ладно, по поводу женской, ого-го-го, по поводу женской активности при знакомстве. Главное, не навязчиво. Боимся мы навязчивых женщин, чувствуем подвох, спрашивает, говорит Алексей. Видите, Михаил, как нам сложно, и не испугать надо, и как-то, как там запах подать, в общем, вообще, да. Я хочу сказать, а вот как, вот, вот, доктор Миша, расскажите о себе, о своей личной, семейной жизни, что вам в данное время интересно. Мне вот, что интересно стало, Мария, вот я вам тоже хочу рассказать. Вот кто нам подходит, спрашиваю я себя. Вот я, как мужчина, какие женщины подходят, а вы, как женщина, какие мне мужчины подходят. Я недавно попал в ситуацию, где, оказывается, я вдруг понял в свои 57 лет, что подходит человек не только потому, что он тебе подходит, а потому, что он нереально под тебя подстраивается, и если он всю жизнь так проживет, ты будешь думать, что он под тебя подходит. Это очень высокий пилотаж, нельзя путать, ну, это тоже психология жертвы. Это же высокий пилотаж несчастья, всю жизнь быть с кем-то другим. Согласен, но есть такие, нет, люди как-то выкручивают свои интересы, там, деньги, например, да, тоже прописка, о которой мы говорили. Да мало ли, что какие интересы. Вопрос в другом. Если человек ведет себя настолько грамотно, что он тебя, как говорят, психологи, зеркалит, он будет обижаться, он не будет бессловесной тварью, который вот, типа, сказал, а она зарыдала, но пошла и сделала. Говорит, нет, Михаил, мне это не нравится, мне это неприятно. Но, и это тоже часть этой игры, но в основном, мне просто посчастливилось столкнуться с такой ситуацией, я понял, что я еще не все в этой жизни знаю, и не все видел. Что есть такие люди, которые настолько зеркалят твое поведение, то есть полностью делают то, что ты хочешь, и у тебя полное ощущение гармонии. Обратите внимание, Мария, не подчиненности, а гармонии, что этот человек прям вот твой. А оказывается, это такая, ну, способность, способность, как сказать, мимикрировать, приобретать окраску окружающей среды. У нас звоночек, да? Добрый вечер, вы последние. Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Марина, я звонила ему Санкт-Петербурга, мне 27 лет. У меня вопрос такой, который перекликает немного Саша Первый, прямо вот с детством, с тяжелым, и который вот, ну, плавно перетекает в настоящее. Так получилось, что у нас, ну, как бы есть в многолетной семье, и наша мать, она как-то, ну, она сложно было с ней детство, с ней, она детей рожала, потому что она их не любила, потому что нужно было рожать. Ну, потому что так было принято когда-то, потому что так, ну, потому что все так делали, и ей так нужно было замуж, она вышла за отца, потому что надо было куда-то деваться после техникума, и поэтому она замуж выходила. получилось так что вот все вот это вот свое отношение она вот на нас братом на тот момент еще мы только нас было двое нам нас это выжила на ней как сказать она не била она избивала нас то есть для нее это было вот ну вот и сбить это вот как просто как сходить там магазин или еще куда то есть как я помню своих детских на и когда она избивала 300 грамм весело она от меня стул сломала это не и это было так нормально суть в чем что сейчас уже как бы во взрослым жилого варить извините она как бы в основном состоянии уже в моем когда я она вроде бы как тянется ко мне хотя мы все это время могут я уехала минуты есть да она уехала я уехал из страны и она вот сейчас хочет наладить отношения на тянется ко мне не могу ее подпустить вопрос в том что как понимаю что это все и люди испытания что это все проблема она так как она есть и делать нужно как вы договорите но не могу себя перебороть чтобы начать не общаться такой вопрос да как быть как не общаться если не хочется сказал мой адвокат все можно объяснить холодное детство но добро и зло никто не отменял поэтому я знаю что мама человек больной она не виновата потому что она психопатия но вы не хотите не общаетесь не нужно себя заставлять общаться а то больная часть которая тянется потому что все таки это ваше детство было тут надо эти психологу и и в себе изживать это классические мазохистические потребности переживать вот это вот общаясь с мамой те страдания детские они думают здорово идея друзья мои до следующего вторник